Сергей Ильин, запивай. А что, Рождество Твое Христе Божие или Царь Небесный? Ну я даже не знаю, что там. Давай, Царь Небесный. Рождество Твое Христе Божий наш поется сейчас до 18-го числа. И все исполняет сокровища благих и жизни подателю. Приди и вселися мы, и очистины от всяких скверных, и спаси блаже души наши. Молодежда Васильевна, давайте Рождество. Пойте. Ну так пусть поют, там есть эпидемида. Я что, нет. Рождество поется до 18-го. Сергей Ильин, давай Рождество. Рождество Твое Христе Божий наш, Во сия мир и свет разума, В небо звездам служащие, Звездою чахуся, Тебе кланяйтесь о солнцу правды, И тебе ведите с высоты востока, Господи, слава Тебе. Господи, благослови нас на эти занятия, Не дай уклониться ни направо, ни налево От истинного понимания божественных слов Твоих. Сохрани нас в любви и согласии, Дай нам единомыслия, Дай все услышанное здесь, Господи, запомнить, Раствори все это верою, И дай силы исполнить, И рассказать другим людям. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Не работает? Ну, да я так и смыслу. Ладно. Тихо. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Послание к римлянам святого апостола Павла, 12 глава. 15 стих. Радуйтесь с радущимися и плачьте с плачущими. Толкование. Великий нужен Дух, чтобы не только не завидовать, Но и радоваться с радущимися. Это показывает душу совершенно свободную от зависти, И гораздо больше значит, нежели плакать с плачущим. Потому что к плачу побуждает сама природа, Влекущая к состраданию. И так научает нас тому и другому, То есть и состраданию, И чуждому зависти, Расположению ко всем, Даже к гонителям. Вопросы? Днай, Тихонич. Учитесь плакать. Я когда готовился, сразу у меня в мыслях, Вот эта трагедия, когда наш самолет упал, И скорбели люди, сострадали, Конечно, это трагедия, большая трагедия. А на Украине радуются, то есть радуйтесь с плачущими. Такого даже и придумать не, не... Люди плачут, горе, а другие радуются. А, это просто смотришь? Потом. Или поэтому вопрос? А, видите? Если поэтому, то громче. И громче сюда сядьте. Я бы не хотел, чтобы он еще... И тогда, что, не хотели, все, тогда другой раз. Все, сидите, молча, слушайте. Так, Римлянам, 12 глава, 16 стих. Будьте единомысленны между собою. Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе. Толкование. Опять рассуждает о смиренно-мудрием, Ибо, естественно, что в Риме, как в столичном городе, Была болезнь гордости. Мысл сказанного такой. Ты почитаешь себя великим человеком, Почитай брата таким же. И подозреваешь, что он мал и низок сердцем, Произнеси такой же суд и о себе. И таким образом смиришь всякое высокоумие, И не будешь гнушаться им, будто лучший его. Но станешь почитать его, как равного себе и как самого себя. Научает, как можно исполнить прежде сказанное именно. Если не будем высокомудрствовать, Но последуем смиренным, То есть станем подражать униженным и презираемым, То есть не зайдем, Применимся к ним. То есть не думайте, что сами можете удовлетворить себя во всем. И не имеете нужды в совете другого, Или в том, кто внушает должное. Моисей беседовал с Богом, Однако имел нужду в совете с тестем. Лапрозы. Все понятно? Игнат Тихонович. Желаю, что... Человек, который сидит один, Он не нуждается никаких в этих советах апостола Павла. Для меня непонятно, Как можно было полторы тысячи лет стоять на одном месте, И ни с кем не советовать, И уйти в пустыне блуждать одному. Когда Писание все об этом говорит, Даже троица святая. Почему троица? Бог любит... Бог Отец Сына и Духа Святого. Дух Святой любит Отца и Сына. Здесь непрерывно нуждаешься в людях, Шагу не шагнешь. Нет. По одному разбрелись, А по пустыне все живут. Что это за паморок такой? Что за помутнение это такое? И при том по сегодняшний день. Главное молчи. Это ставится в основу учения, И считает принятие этого чина там ангельского, Вроде бы второе крещение. Вообще никакого отношения к христианству Такие рассуждения не имеют. Мы не относимся к какой-то религии, Ко Христу. Мне сейчас только материал скинули, Что тысячи мусульман принимают христианство, И показано крестятся. Я говорю, где принимают тысячи, Миллионы уходят. Они не Христа нашли, А там их убивают, Они не знают, куда кинуться. Ну почему мы так легко идем на обман-то? Если бы они приняли Христа, Что нет другого имени под небом, И Христос именно распят был, А не просто как-то за меня кровь пролил, Вопрос встал бы на место. Так и здесь мы нуждаемся, Что нам подсказывали каждым шагом дорожить, Когда к нам кто-то идет или советует. Отошел. Римлянам 12 глава 17 стих. Никому не воздавайте злом за зло, Но пекитесь о добром пред всеми человеками. Толкование. Если упрекаешь другого в том, Что он сделал зло, То зачем подражаешь ему и сам делаешь зло? Не сказал, не делай зла верному, Но никому. Будет ли он язычник или другой кто? Так говорит, не для того, Чтобы мы жили для тщеславия, Но для того, Чтобы не подавали повода укорять нас тем, Которые желают этого. Ибо требует, Чтобы мы жили несоблазнительно и без преткновений, Потому что за нами и за касающимися нас Наблюдают многие. Вопросы? Игнать Тихонич. Ты спрашивай других маленько-то. Расшевели, сколько у тебя там сегодня насыплялось-то? Посмотри. И когда никто не ответит, Тогда уже меня спроси. И так будет удобнее. Идем дальше. Римлянам 12 глава 18 стих. Если возможно, с вашей стороны Будьте в мире со всеми людьми. Толкование. Прекрасно сказал, Если возможно, с вашей стороны. Ибо иногда невозможно быть в мире, Например, когда идет борьба за благочестие Или за обиженных. И так, внушай. Исполняй свои обязанности И никому не подавай случая к вражде и смятению. Если же видишь, Что оскорбляется благочестие, То восстань мужественно, Сражаясь за истину, Однако не против человека враждуя, Но против нечестия, А о человеке, напротив, Сожалея и щадя его. Таким образом, Что прежде казалось невозможным, То становится возможным. Ибо что касается тебя, То ты находишься в мире с ним, А брань ведешь С одним нечестием. Вопросы? У меня вопрос. Вот нечестие и человек нечестивый Настолько сильно взаимосвязаны, Что волей и неволей, Вступаясь за правду, Борясь с нечестием, Вольно-невольно Приходится бороться с нечестивым. Но филат насочет, То есть в сердце Имеет любовь к этому человеку Сострадание, Как бы сожаление, Что он Ну, Такое находится Или в умопомрачении, Или в безумии, Или Как? И как вот здесь вот Не перешагнуть эту грань? Обычно там Вот надо скротостью со всеми быть там, Но мы читаем в Священном Писании, Что Когда дело касалось И перешагивать Что? Руку поднимайте, Спрашивайте Разрешение у нас Не принято с места выскакивать Давайте Отличайте Большинство перешагивают Большинство перешагивают Да Имеют такую слабость Имеют такую слабость Ну, а вот Пример можете привести? Где перешагнул, А где не перешагнул? Я, наверное, Перешагиваю тоже Так же Перешагиваете Ну, пример из жизни Можете привести? боюсь обидеться боюсь обидеться так вот человек видит нечестие и хочет его обличить чтобы тот человек исправился искренне хочет и вдруг такой вот душу боюсь обидеться надо говорить или не надо надо уметь говорить вот все надо уметь ну вот тут у нас гость хочется ответить говорите погромче я немного эту ситуацию знаю я считаю это это если человеку сказать не в культурной вежливой форме не грубо не жестко у меня такое мнение в культурной вежливой форме не грубо и не жестко ну вот и иван креститель когда пришел пришли люди креститься к нему креститься пришли верующие а что бы они происходили креститься там и он им говорит в ласковой культурной вежливой форме порождение хитнины кто внушил вам бежать от будущего гнева сотворите достойные плоды покаяния так вот именно так прям так и написано да хорошо ну а другое место сын дьявола враг всякой правды доколе будешь совращать с путей божьих тоже культурно то есть так можно а если допустим сказать порождение хитнины кто вышел вам бежать от будущего гнева это уже обидишь и оттолкнешь и люди и оттолкнутся жестко этого не недопустимо да воспитанный человек никогда так не скажет хорошо а сын дьявола враг всякой правды тоже грубо нельзя так грубовато жестко хорошо понятно то есть вы думаете что пророки когда такое говорили они именно вот в интонации в такой как я в первый раз говорила вы уверены в этом а так надо вы учите как там было на самом деле вы не знаете а вот это вот когда пророки так говорили она так не касалось человека вот как другое бывает касается вот допустим говорит да ты такой вообще человек с юности ничего не забрал и под старость уже лет под это самое под крышу под завязку и сейчас ничего а суждение получается вот что я считаю что обличение констатация факта для того чтобы человек исправился и действительно обидно обидно обида обида даже по секунду во первых обида это не христианское чувство что такое обида обида это вот мы впереди читали это желание воздать зло за зло не воздавайте ругательством на ругательство если вы думаете что вас ругают вам вы в ответ обижайтесь вам ответ тоже сказать охота а на себя то посмотри а не скажешь потому что человек который тебя истинно обличает не судит ты ему в ответ не может таких слов сказать потому что он уже либо очистился либо никогда таких пороков уже не имел поэтому тут зависит кому сказать правильно вот как сказать когда сказать не молчать я считаю что если видишь брата согрешающего написано выговори ему выговори а там как в какой форме уже не важно иначе бог с тебя взыщет ну приходи и выговори вот если брат согрешил против тебя сначала один на один выговори ему если послушать тебя брат и покаяться приобрел ты брата своего если не послушать призови двух свидетелей если двух свидетелей не послушать скажи церкви если церкви не послушать будет тебе как язычник и метарь то есть говорить надо а там обидится не обидится уж если обидится встанет значит за порогом церкви как язычник и метарь а если не обидится приобрел ты брата своего златоуз говорит если тебя обличили незаслуженно оскорбили тому нагрубили поцелуй за намерение за намерение исправить понимаешь а так получается вы его судите он-то с любовью тебе это говорил а ты его осудил ты меня судишь это сам первую очередь его судишь обличителя он тебя на путь истины наставляет а ты его не понимающемуся не понимающему пусть отнесется с любовью не понимаю я ничего в общем дело наверное так так ну вопросы по этой теме вообще нет пока нет то есть если возможно с вашей стороны будьте со всеми в мире то есть в мире тут вот есть такое значит надо быть культурными ни в коем случае не грубыми вежливыми воспитанный человек никогда никого облич酒 не боится подожди столько и воспитанный человек что вы городите простите я же гостин qr victim . вы говорите что воспитанный человек никого не когда обличать не будет тем воспитанный коммунисткой коммунистам безбожникам да не будет будет сидеть молчать борода капуста в бороде, я ничего не знаю, моя хата с краем. Вот этими людьми воспитанный человек именно так и будет сидеть. И в монастыре у него, чтобы его никто не видели, зароется в пещеру поглыбже. Нет, мы это тоже не делаем. Тоже не делаем. Вот видите, вы уже начинаете со мной соглашаться. Вот. Поэтому тут не от обличающего зависит, как он, а от обличаемого. Если он принимает слова приобрел ты брата, не принимает, обиделся, сам виноват, не работаешь над собой. Если несправедливо написано, Златоуст учит, поцелуй за намерение. Он он хотел тебя исправить на пути стены, научить тебя. Подойди да поцелуй его. Я делал это. У меня в жизни такое было. У меня в жизни такое было. Я чувствовал, что меня обличают несправедливо. Прям внутри. Я через себя шагнул и поцеловал человека за намерение. Он здесь не так просто. Подгласитесь. Не так просто. Не так просто. А потом, спустя какое-то время, я понял, что человек обличал меня правильно. А если бы не поняли, что неправильно тогда? А ну, а что? Ну, неправильно. Главное, я это сделал. Погромче, погромче. Хоть такой человек, культурный детский, какой-то такой. До первого колени можно оказывать, что не нет. Ну, дворемешаный. Прократилась, я ничего не слышу. Что делать? Не связано ли я этим, что звонил кто? Нет. У нас же с телефона идет связь. Да? О. Пиши ему, скажи, принимай. Кому писать-то? Сергей прочитает, нет? Ну, вот так вот. Продолжение следует... 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 Это желание от Бога или всё-таки не от Бога? Кто желает ответить? Давай, Михаил Гордеев. Испытал на себе давно ещё вот такие моменты. И когда, по-первых, я такое было желание, думаю, вот бы ему вот так, вот так, вот так. И вот когда я вот это всё думаю, рассуждаю, и возбуждаешь сам, и в душе такое, тяжесть такая, вообще всё. То есть прихожу в такое состояние, как будто ещё хуже всё получается. Вот. И потом я понял, что, думаю, в другую сторону. А когда в другую сторону, думаю, господи, да ну и что, ну и что, в чём мне такого-то? Разве это ко мне пристало? То ли плети меня, или чем там ещё ударило, или что? Он сказал, ну не то, ну и вообще, ну и бы что. И вспомнил, что лучше вам оказаться обиженным. Это гораздо для вас полезнее, нежели вступать в привлекание с этим человеком и вообще всё. И вот так, когда стал поступать, сразу приходит такое расслабление в душе, и просто радость такая, и совершенно такое понятие, что действительно так написано в Слове Божьем. И поступать нужно так, и поступая так, получается добро тебе самому, во-первых. Ну и потом, наверное, ему тоже. Вот и всё. Или как там? Ну понятно, да. То есть, изначальное желание отомстить, когда в себе гасишь, потом понимаешь, ну а что же я на самом деле? То есть, побеждать зло добром, потому что если на зло злом отвечать, то зло оно не прекратится. Тебе сделали зло, ты ему отвечаешь злом. А зло добром побеждать. Но вопрос-то был немножко иной. Вот само желание наказать обидчика, отомстить, это желание от Бога или в себе нужно его давить? Это от человека, это не от Бога, конечно. От человека, не от Бога. Ну а вот как же тогда в книге откровений уже святые молят Бога, Господи, доколе не мстишь за души убиенных, за Слово Божие? То есть, они, я так понимаю, уже в раю, уже спаслись, и Бога молятся, доколе не мстишь, что если желание отомстить за братьев, которых безбожники убивают, у них присутствует... А вы, так что они, значит, это от человеков? То, что человеческое, дьявольское называется. Они еще находятся у престола, вот в чем дело-то. То есть, они не спасенные уже, еще. Как им не спасены? То есть, желание отомстить... А вот желание у них есть, вот только надо понять, а почему так написано? Вот это сложно. Почему? Они у престола, там где-то уже. Вы считаете, что за это желание отомстить, Бог их может в раи не пустить? Все. Если есть желание от человеков, а все, что человеческое, это дьявольское, не Божие, так написано тоже. Ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое? Когда, помните, Петру говорили... Христос говорит, ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое? Если они претерпели, за слово Божие их убили, допустим, да, расстреляли там, в тюрьме замучили, естественно, они должны быть в хорошем состоянии. А вот такое у них на душе, что они сказали. Доколе, доколе, тут может это относиться к тому, что, Господи, доколе этот мир, вот этот будет в грязи такой, в убийстве, вот в таком состоянии, доколе ты не придешь и разведешь все, короче. То это нечестие прекратится. Да, да. То есть о пришествии его умоляют как бы. Еще желающие, да, Никита, давай. Ну вот там стих Писания, я точно не помню, сказал, Господь, не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему. То есть, конечно, ты не можешь желать... Ты не можешь желать... Ты не можешь желать личного мчения, ты можешь как бы ожидать, когда Господь накажет его. Это совсем другое, чем ты хочешь прямо ему отомстить. Ты знаешь, что Господь рано или поздно накажет его. Это много разные вещи. Ну, я так рассуждаю по этому поводу. То есть дать место гневу Божьему, самому за себя не мстить. Непонятно ли еще. Почему? А что здесь непонятно? Дать место гневу Божьему. То есть, если на земле справедливости этой нету, то есть обижают христианам, голову режут, никто за них не заступается. То есть человек... Это наивернейшее доказательство того, что есть другой мир, где справедливость восторжествует, мир загробный. Вот Солженицын сказал. Поднятие руки и как? Как Солженицын сказал? Тоже. Громче. Солженицын сказал, что нету любви на земле. Была бы справедливость хотя бы. Он так сказал. Какая справедливость была? Солженицын, на земле любви нету? Да. Так давайте хотя бы... Хотя бы справедливость была. Хотя бы справедливость была. Так, еще желающие высказаться по этому, пожалуйста. Можно мне, не можно. Да, Сергей, давай. Мы рассуждаем о том, чего не понимаем. Иное видение здесь на земле у людей. И иное понятие справедливости. Вот. И иное видение у тех старцев, которые уже спасены. Они совсем по-другому смотрят на вещи, на то, что происходит на земле. И если они просят Господа до Коли, они знают, о чем просят уже. А мы еще не знаем, где и как справедливость. Наша справедливость, она не та еще. Она еще несовершенна. Поэтому мы не можем просто этого понимать. Вот так. Я скажу. Все. Спасибо. Так. Ну, у меня тогда такая мысль возникает. В молитве Отче наш, мы же на земле, Господь оставил эту молитву для земных людей. Да будет воля Твоя, да приди Царствие Твое, и на земле, как на небе. То есть мы молим о втором его пришествии, знаем, что со вторым пришествия наступит кончина века сего. То есть мы, как бы это до Коли, приближаем уже земной молитвой нашей здесь. Желая, чтобы, во-первых, прекратилось зло, чтобы грешники пойдут в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. То есть мы тем самым высказываем свое желание отомстить грешникам, которые обижали христиан и праведников. А праведники, чтобы возрадовались. Поэтому, если вот так вот логично... Дух и невеста говорят, приди. Дух и невеста говорят, приди, да. Да. А раз он придет, тогда наступит конец. Но здесь злом за зло нельзя воздавать. То есть нам нужно самому, да, Никита мне понравилось, да, заметил, самому не делать зла в ответ. А желание, чтобы Бог все это прекратил, нечестье... Ну, нужно человека отвратить от зла, нам еще толковать, как говорит. А как его отвратить от зла? А делай ему добро, то есть устыдить. Накормить врага. Был такой случай, вот как... Мать... Человек... Не помню, кто-то вот может, знаете, тихо еще напомнить этот случай. Убил он детей или что, и пришел в гости, а потом она его кормит, а у самой-то внутри все вот это вот врага-то это. Это Ричард Врумбольд, протестант, который сидел в румынской тюрьме и сильно много пострадал. И жена у него была арестована. Ее бросали в Дунай, потом вылавливали. А потом, когда кончилось это, они освободились, а получилось, что за столом у них оказался палач. И когда он уже поел, видимо, выпил, и она говорит, а вы меня не помните? Нет. Я мать этих детей, которых вы расстреляли. Он так и подавился за столом-то. Он никак не ожидал. Я сказал вот что, Сергей, кого вы сегодня там у себя в собеседнике-то взяли рядом? Если человек совсем ничего не знает, зачем же время тратить? Он должен только слушать и молчать. Из-за этой рамки не выходить. Я буду сидеть, слушать, а слушать-то они еще, драгоценное время терять. Так, теперь, больше чтобы этого не делали. Ты видишь, человек совершенно не знает. Он отнимает время, ничему не научается. Значит, смотри, немножко назад вернемся сейчас. Чуть-чуть назад, перед этим говорили. Это 18 стих разбирали. И так внушает, исполняя свои обязанности, и никому не подавая случая к вражде и смятению. Если же видишь, что оскорбляется благочестие, то восстань мужественно, сражаясь за истину. Однако не против человека, а вражду это, но против нечестия, а человеке напротив сожаляя и щадя его. Что такое благочестие? Вот у нас строится поселок Потеряевка, православный. В краевом отделе юстиции зарегистрирован устав. Восстановление поселка Потеряевка на христианских, старинных, благочестивых русских обычаях. Кроме того, что христианское. А что такое благочестивое? Женщина надевает мужскую одежду в брюках. У нас в деревне не положено так. И нынче, ну не нынче, в 16-м году Роспотребнадзор был, полиция приезжает. Они как угодно могут одеты, но к нам они приехали одеты, все по форме. А почему? Уже знали, заранее позвонили. Ни одной не было в брюках. Вот и все. Бывает, что-то приезжают покупать. Приехала и не знала. Из машины не вылазит. Наши подошли, поговорили. Если ей нужно, вылезти, принесут ей одеть юбку. Ну, оскорбляется благочестие. Человек, мужчина и женщина, ну разница явно, он бреется. Оскорбляется благочестие. Старинные, это убедно уже. Люди, посмотри на фотографии, ни одного безбородого не было. Нигде. Я повторяю. Союз борьбы за освобождение рабочего класса. Старшему 30 лет. Владимир Ульянов. А ниже его там возрастом товарищи, все до одного с бородами. Посмотрите снимки. Его отец, инспектор училищ, и такие же, все до одного с бородами. Безбородого ни одного нету. Зачем тебе говорить, когда ты православный? Пройди по иконам, посмотри. Где ты видел? Профессор, под 80 лет, бритый и в галстуке. Подтирается благочестие. В отстании обличи. Как сражаясь за истину написано. А я не буду говорить, не будешь говорить, истина воссияет в другом месте. Ты начни говорить, а дальше видно будет. О результатах Бог не дал нам заботиться. Вот говорили, под жертвенником находятся. Не возле престола, а под жертвенником. Это откровение 6.9. И они просят ни о чем-то, доколе не мстишь, владыка, за кровь нашу, не за братьев, как ты говорил. А что это означает? То есть, чтобы их обратил через наказание. Карай им. Нашли на них китайцев, монголов, Гитлера, что угодно, но обрати их, обрати, не дай им уйти из жизни без наказания. А обращаются через наказание. Началась когда война, на фронте самые смелые кричали, мама, помоги. Или, Господи, спаси. Теперь дальше последнее. Вы накапливаете несколько тут мест, которые надо сразу пояснить. Тут какое сейчас считали уже? Последнее. Не будь побежден злом. Вот смысл сказан такой. Не будь побежден злом. Зло торжествует. Вот говорят, традиции русского человека. Священники любят говорить. Какие? Чтобы женщины в брюках ходили. А 22.5. Второзаконие. Кому? Мерзость перед Богом. Женщина, которая носит мужскую одежду, брюки, где ширинка не имеет значения. Мерзавка. Мерзость это мерзавка. Мужчина не носит юбку. Мерзавец. Бреется. Мерзавец. Мерзость перед Богом. Не надо гладить. Не надо. Вещи надо называть своими именами. Никаких динаминаций, конфессий нет. Есть ересь. Это под этим названием, это все еретики скрылись. Ты это услышал один раз, больше не употребляй эти слова. Никогда не говори проблемы. Это нет такого слова. А как? Нерешенный вопрос. И ты его сразу начинаешь решать. Конкретно сегодня, сейчас. Что? Пост и молитва. Благочестие нас окружало со всех сторон. Мы потеряли это. Люди одевались как? Вот сидят даже, я гляжу, старые. Спроси, почему он расстегнут верхние пуговицы? Ты не думай, что он не знает, в армии не служил. Почему? Это масонский знак. Или галстук, или расстегнись. Тебе разницы нет, кресло или пятиконечная звезда будет на шее висеть. Благочестивые христиане знают, о чем мы говорим. Он не будет, говорит, широко рот раскрывать. Он кротко улыбнется, едва. Едва, говорит, кротко-тихо улыбнется. А нечестивый хохочет, с живот хватается. Как златоуст говорит, ты не думаешь, что тебя бес вскочит. Ты, когда это все знаешь, не об обиде речь будет идти, а о ревности по Боге, по закону, что закон нарушается. А это означает, любите меня, соблюдите закон. Ты видишь, нарушается закон, оскорбляется Господь. Тут не надо подмену делать, а не просто враг, а я его люблю. Давыд говорит, полной ненавистью ненавижу их, они враги. Не враги мне, а не враги. Так а я буду тихий. Господь какими словами сказал? Сколько было прокаженных? Считай, 4 глава Евангелия от Луки. Сколько? Но почему только один неиман исцелился? А они слушали, говорили, какая благодать из уст исходит у сына Марии. И далее говорит, сколько было вдов, но ни к одной Илья не зашел, но в Сарепну Сидонскую, перешел пешком всю страну. Как они сразу забунтовали, возненавидели, схватили Христа сразу, убить его надо. А говорил простые слова. Простыми словами это не матершинными. Просто сказать по слову Божией, ты враг Божий. Все, ты нажил врага, если он враг. Говорит не по Писанию, а на пи моему. Отец Геннадий Фас сдает экзамены. Ну видят, что перед ними человек. Бывший преподаватель Томского университета. Закончил семинарию, в академии учится. И профессор один решил его испытать. А если вот так, он только выслушал и сразу отвечает, а нафема вам. Он говорит, садитесь, пять. Все, отошел. Послание Квимлина, святого апостола Павла, 13 глава, 1 стих. Всякая душа да будет покорна высшим властям. Ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Толкование. Предложив слушателям достаточного наставлений касательно нравственности и научив их быть благосклонными даже к врагам, предлагает и настоящее увещание, научая всякую душу, хотя бы кто был священник, хотя бы монах, хотя бы апостол, подчиняться начальникам. Ибо подчинение это не подрывает благочестие. А предлагает это увещание апостол с целью показать, что Евангелие учит не измене или неповиновению начальству, но благородному образу мыслей и повиновению. Что ты говоришь? Неужели всякий начальник поставлен Богом? Не то, говорю я, отвечает. У меня теперь слово не о каждом начальнике в отдельности, но о самом начальстве. Что есть начальство, что они начальствуют, а другие подчинены, и что нет смешения между высшими и низшими, это я называю делом премудрости Божией. Ибо не сказал, нет начальника, но нет власти ни от Бога. Поэтому, говорю, рассуждает о самом предмете, о начальстве. Подобно сему, когда премудрый говорит, «Разумная жена от Господа высказывает не то, что Бог соединяет каждого вступающего в брак, но то, что брак установлен Богом». Итак, все власти, какие бы ни взял в рассмотрение отца или над сыном, мужа или над женой, все ли прочие, даже те, которые существуют между животными, например, между пчелами, журавлями, рыбами, те установлены Богом. Вопросы? Ну, тут сразу мысль приходит о безбожной советской революционной власти. Тогда тоже, когда подписывали декларацию митрополита Сергия, тоже утверждали, что всякая власть от Бога, в том числе и власть безбожная, которая утверждала и говорила, что Бога нет. Здесь нам Фефилак не об этом говорит. Власть от Бога, повторюсь еще, что... Ну, так Бог устроил, что один начальство, то другой подчиняется. А если приходит безбожная власть, рушит церкви, храм, зачем же такой власти потворствовать и подчиняться? Это понятно? Игнат Тиханович, расскажите еще... Конечно, о власти сказать могут люди что-то, знают. Коррупция страшная, особенно коррупционный Алтайский край. И самая низкая зарплата во всей России. Но мы-то говорим сейчас не об этом, а именно о власти. Сейчас я могу маленько ошибиться. Это в Швеции или в Финляндии было. Забастовали полицейские. И преступность увеличилась, нарушение, в три раза сразу. Проходит какое время? Забастовали врачи. Смертность уменьшилась в три раза. Уменьшилась. И теперь ты понимаешь, что и кто, и как делает. Так это не единственный случай. Говорят, власти нет. Я говорю, а как узнали? Да везде все, куда ни пойди власть. Я говорю, сейчас автобус идет по проспекту. Он идет по графику? Ну да. Значит, есть власть, которая занимается перевозкой граждан. Перевозит на работу. Работают заводы. Железные дороги, бегут поезда. Значит, есть власть. Нам даже вообразить невозможно, если это все убрать. Нам носа не высунешь. Кудру все, банды разграбят. А сейчас только звонок дал, пожарные приехали. Значит, власть работает. И поэтому, кому оброк-оброк, налог-налог, мы обязаны платить. Но там показывает, сейчас дальше будем считать, власть на добро. На добро. Делаешь добро, не бойся власти. Ну, меня брали, арестовывали, то другое. Но в жизни моей, а это все-таки 77 лет, плохих у меня не было людей из власти. Плохие, такие, чтобы прям... Ну, они что-то делают, но для меня зла-то в этом нету. Особенно милиция сейчас везде как. И встречался, и обращался. И всегда Бог дает именно мне. Мне говорят, ты потолкнулся на того, который. Там вел занятия много лет, говорил. Начальник краевого УВД мне и говорит. Моя милиция стала тише вести после ваших занятий. Видите как? И они стараются помочь. В детский лагерь везти. Начальник дает мне автобус. Каждый год давал автобус. Начальник УВД края Вальков. Приехал в Потеряевку даже. Вот как Бог делает. Один раз в дороге, когда по России ехали, какой-то, видно, накачанный наркотиками, стал приставать. А где у вас документы? Мы снимаем в это время. То привел когда туда, где комната у них. Тот посмотрел наши документы, сразу махнул рукой. Отпусти их сейчас же. И все, он отошел. То есть зла нам за всю... А это проехали всю Россию. Нигде нам полиция не сделала. Ни разу. Нигде. И ночевали, как будто неуместно станем. Подойдут, узнают и отойдут. Это почему молимся за нас? Все молились. И ни за рубежом, нигде нам вреда не сделали. Нигде. Нас пугали. Там нельзя. Там с собакой. Ничего на нас не сработало. Чечня, мусульманские республики не сработало. Наоборот, они на защиту у нас становились. Вот как Бог делает. Поэтому ты сам признаешь власть, и Бог тебя будет признавать. Конечно, власть на добро, а которая творит, как при антихристе добрых сажала, как советская, это антивласть. Но она благословенная Богом или допущена? Вот два варианта. Допущена для наказания. Вот люди не хотели слушать все. Бог дал им Саула. И Саул начал их притеснять. И какие беды-то он делал-то. Наконец Бог убирает, ставит Давида. Все прекратилось. А дальше придет Соломон, полный мир будет в стране. Поэтому сегодня ты только молись за власти. Поминай сирийского правителя, и турецкого, и всех, которые против, что говорят. Всем мира дай, Господи, дай страх твой. И у тебя на сердце будет хорошо. Римлянам 3 глава, ой, 13 глава 2 стих. Посему противящиеся власти противятся Божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение, толкование. Дабы верующие не могли сказать, ты унижаешь нас, подчиняя начальникам тех, которые имеют получить небесное царство, оказывает, что повинующийся начальством повинуется Богу. Или что гораздо страшнее, не повинующийся начальством противится Богу, установившему начальство, а противящийся будет наказан и Богом, и людьми. Последнее, Внушив сказал, противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Римлянам 13 глава 3 стих. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее толкование. Чего боишься и ужасаешься? Разве начальник бронит тебя, если делаешь добро? Разве он страшен для тебя, если ревнуешь о добродетели? Напротив, если ты делаешь добро, то начальник поставлен хвалить тебя. Он стоит далек от того, чтобы наводить на тебя страх, что даже хвалит тебя. Вопросы? Нет желающих? Игнат Тихонович, еще добавь? Я хочу сказать по отношению к начальству, которое больше всего нас касается. Это, ну, допустим, мы живем в городе, не сельское. Вот мы сельские местности были. Нынче на нас нападал Роспотребнадзор. Полиция дежурила сутками на лагере. И сразу все, какое зло они вам сделали? Никакого. Не оскорбили, ни слова лишнего они не сказали. Никак. Просто наблюдали и все. Так после этого три раза, кажется, приезжал начальник уголовного розыска поближе познакомиться. Ну, не смог, наверное, приехать на престольный праздник был. Ни, никакого звука нету. Вот когда человеку говоришь, ну, вы там вроде подхальмище, я подхальмище. Мне эта власть даже никогда не говорила. А зачем? Меня арестовывали КГБ, и тоже хорошо. Били, когда в лагере, ко мне пальцем никто не прикоснулся. Они сделали пометку какую-то. Пометку мне потом рассказывали где-то. Никакого зла не сделали. Начальник города, мэр города Баварин делает отчет. За мной приезжали домой, или пригласительные было, чтобы пришел, послушал, когда он дает отчет за год. И потом меня спрашивала администрация, ну и как? Как вот ваша оценка? Вот какое дело. Это не просто люди сторонние, а они начинают участвовать в деле, в котором я участвую. Они помогали мне издавать книги. По ремонту дома, два дома я высудил у них. Когда суд выиграл, 11 лет. И вот где я сейчас сижу, нахожусь. Ну, я думал, что мне квадратных 50, я такой комнаты не видел. Но я-то получил не 50, а 226 квадратных метров. Два дома-то. Это бог сделал так. И мэр города приезжал не один раз. Я один, и когда этот погиб второй, ни одного дела не было, чтобы я обратился в прокуратуру края, и они ответили отказом. Это ни раз, ни два. 32 раза. И составляет комиссию, они приезжают, разбираются и дают нам земли. Врагов наших отгоняют, которые пасли на территории нашей деревни. Вот только позвонил, у меня тут квартира, которая прописана, ну и там ломают барахта. Я еще не успел доехать, уже полиция подъехала с автоматами. Там чужие люди поселились. Мгновенно. Так сколько раз вызывают, расспрашивают, а я им свидетельствую о Боге. Вот позавчера поставили машину, а нам заезжать нельзя. Я покрутился, что делать? Бряхнул. Да и не рад. Там машина-то уехала, а полиция подъехала. И стоят, вышли, поговорили, засвидетельствовали. Володя, кажется, визитку дал им. Я еще раз говорю, что это молитва. Бог. Я признаю власть, и поэтому власть так относится. И советская власть не сделала мне никакого зла, хотя два раза сажали. Никакого. Почему? Молились. Начальник тюрьмы расспрашивает. Умер по-христиански. Следователь, это не просто так, а, кажется, краевой прокуратуры, принял крещение с троекратным погружением. Я могу свидетельствовать, как Бог это удивительно делает. И нуждается, привозят на машине, всех прокуроров края соберут, чтобы выступил перед ними. Что Бог. И никому не льстил никогда. А тут приезжал Дворкин, когда против меня травил, в этой, в епархии-то. А представитель КГБ встал и говорит, а мы Лапкина уважаем. Он за пазухой камень никогда не держит. И они сразу сели. Вот какие отзывы дают. Поэтому у меня к власти особое отношение. Я жил и при советской власти, и при этой. И скажу, что Бог защищает через власть. Ну, я враг. Государство рассажали. Это понятно, что каторжник. Но за что? За то, что я обличал, говорил. Иду в киоск, такой, ну, железный, сделанный как. И гляжу, порнография сплошная. Что делать? Я пошел к начальнику вокзала. Да я что сделаю? Я взял, позвонил, милиция была. Он сейчас, лице-мэр здесь работает, Фризен Петр. Утром иду мимо вокзала. Подошел посмотреть, что там в киоске. Не могу понять. Подошел напротив и говорю, а где киоск? Что тут было вчера? Тут понаехали. Краном подсыпали, этого скрутили. И все ушло сразу. Все забрали, убрали. То есть реагируют. И реагируют мгновенно при том. Я не льщу, я говорю как есть. И поэтому, когда люди жалуются, вот такого-то взяли, убили там в полиции, допрашивали. Я не опровергаю, я просто говорю. Нас как пугали. Чечня. Не ездить в мусульманские республики. Это, может быть, лучшие места, где мы проехали, как Турция. Вот как Бог делает. Значит, все-таки в конечном счете упирается все в нас. И Бог дает защиту через власть. Павла хотели убить. А смотрите, как за него заступились. И тут же 470 воинов его сопроводили в приторию. А киллеры остались ни с чем. Не пить и не есть. Они должны были умереть. Они его не могли убить. Так это не один раз. Отошел. Да, все упирается в нас. Если человек делает добро, ему власть зла никакого не может причинить. И он ее не боится. А тот, кто вор, там, тот и боится каждый раз. Или убийца. Просыпается, как бы его не схватили, не посадили в тюрьму. Мы в тюрьме здесь 17 лет работали, помогали бесплатно. И каждый год нам давали благодарность. Ни захвата заложников, ничего нету. Я уезжаю на лето в деревню, а начальство в тюрьме, полковник, спрашивает, где вас искать в случае чего, если какая-то беда будет. Вот как Бог делает. Без копейки мы ни за счет это не получали. Приносили, даже яйца крашенные. И какие жалобы я шел к прокурору, по надзору. Вот как Бог делает. А люди выходили, некоторые при церкви стали работать. Все. Римлянам 13 глава 4 стих. Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся. Ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга. Отмститель в наказание делающему злое. Толкование. Он говорит, содействует воле Божией. Например, Бог советует тебе быть целомудренным. И начальник предписывает тоже законами. Бог увещевает тебя не быть любостяжательным и вором. И начальник поставлен судьей над тем же. Следовательно, он нам поспешник в добрых делах, если предаемся ему. Значит, не начальник производит в нас страх, но пороки наши, по причине которых и меч начальника, то есть власть наказывает. Начальник говорит, не напрасно опоясывается мечом, но для того, чтобы наказывать порочных. Когда начальник хвалит добродетель, исполняет волю Божию. И когда употребляет в дело меч, есть слуга Божий, защищающий добродетель и прогоняющий порог. Многие делают добро не столько из-за страха Божия, сколько по боязни начальников. Посему, когда начальник защищает добродетель и наказывает порог, то он Божий слуга. Вот это место о том, что начальник носит меч Божий слуга, приводят люди, которые говорят, что на войне убийство не грех. И приводят вот это доказательство, а это место, ну вот же меч, и Божий слуга, значит, он же за добро воюет. Он же хочет порог победить, что ли. Но они так, конечно, не говорят. Как, Игнать Тихонич, им парнировали? Здесь есть правление, а не об агрессии. Совсем даже к этому не относятся. Ну какое добро устанавливали в Афганистане, пошли. А там Пакистан, дальше пошли сколько? 14 700 погибло. И что взяли с Афганистана? Ничего, извечными врагами стали. Это не день, не два воевали, а почти 10 лет, без нескольких месяцев. Что они там взяли? Чехословакию давили, в Венгрии мятеж. Это уже после войны. Это Божий слуга, это Антихрист, Сатана. И они получили свое. Наконец восстал мститель в лице Михаила. И все разрушил. А могло быть все по-другому. И ездили бы никаких республик, майданов не было. А вот Господь допустил. За что? Непрерывное злодейство. Везде ездили и в Кубе, и в Алжире, и в Египте. И где только не сеяли зло, туда гнали корабли. Зачем? Что там иметь? Добро? Нет. Своё атеистическое, безбожие, сатанинское учение насаждали. Богу это не угодно было. А говорили тогда, я не знаю, кто как говорил, я говорил и писал в ООН. Вот генеральному секретарю партии писал, за это вызывали меня в горком партии. Побеседовали, опять же, ничего они не сделали. Никак. Ну, просто я говорю, что когда пути человеки угодны Господу, то Бог и врагов его примеряет с ними. Это писал Соломон ещё. Надо заботиться именно о себе в первую очередь, не нарушать заповеди Господни. И Господь будет показывать. Как я не знаю ничего последствий, но абсолютно точно знаю, что Бог власти даёт на добро людям. А власть начинает воровать, коррупцию, их сажают где-то, между собой они не ладят, друг друга убивают, там, мафиозные структуры. Мы можем только плакать, молиться. Мы ничего не можем больше делать. И Бог как-то делает так, и вдруг погода меняется, начинается перестройка, лёд тронулся, ушёл, разнепогодилось, всё. И вот так и здесь. Но мы знаем, что всё идёт к антихристу, когда будет абсолютная, полная антивласть. То, что было у Гитлера, у Сталина, у Ленина, у Мауса Зедуна, это покажется детская игра. Вот как. То есть наступит такая власть, которая будет насаждать пороки, а добродетель будет преследовать. Ну вот как сейчас, гей, парады разные всё устраивает. Почему они устраивают в мусульманских странах? Потому что их ни одного нет. Их поймали, петель, их сразу же с десятого этажа вниз головой связанными. И всё кончилось. То есть насаждают... Почему там алкоголя нету? Потому что нельзя. Ну а если наркотиками? У Китая сразу же казнят принародно. А здесь всё заполонили, молодёжь погибает, разные боярышни жрут. Почему? Потому что страна обречена на вымирание. Хвалились. Мы, Россия, мы, русские. Ничего этого уже нету. Это просто пар на свисток остался только, как Горбачёв говорил. Пришло время, говорит. И начинает резать кабанщиками. Всё. Время вышло. Вопросы не по теме. У кого, если есть. Пожалуйста, задавайте. Тогда идём дальше. Римлянам 13 глава 5. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести толкованиям. Тебе необходимо, говорит, повиноваться не потому только, чтобы не испытать гнева Божия и начальнического, как непокорному и не подвернуться несносному наказанию, но и потому, чтобы не оказаться бессовестным и неблагодарным к благодетелю. Великие благодеяния доставляют начальство государством и поддерживают благосостояние наше. А если бы не было их, давно уже всё не спроверглось бы от того, что сильнейшие поглотили бы слабейших. Итак, собственная совесть твоя, говорит, пусть убедит тебя почитать тех, которые доставляют тебе столько благ. Вопросы? Римлянам 13.6 Для сего вы и козаки платите, ибо они Божьи служители, с ним самым постоянно занятые. Толкование. Ты, говорит, сам свидетельствуешь, что начальник благодетельствует тебе, потому что даёшь ему вознаграждение, очевидно, как промышляющему о тебе. Мы не стали бы платить подати изначально, если бы не знали, что получаем пользу от начальства, проходящие, которые неутомимо бодрствуют вместо нас, а мы свободны от хлопот по всему. Поэтому и Богу угодно, чтобы мы платили служителям его подати. Бог хочет, чтобы в гражданском обществе было мирно, жили добродетельно и поражался порог. А в этом-то и служат начальники воли Божией ревностно, заботясь об общем спокойствии, прилагая неутомимое попечение о том, чтобы мы проводили жизнь в мире и тишине. Если иной употребляет начальствование во зло, то это ничего не говорит против пользы самого начальства. Ну и вот мысль такая приходит. У нас в России скрывать налоги считается даже какой-то добродетелью, что ли. А в Европе, насколько мне известно, да и в Америке, там если ты налоги не платишь, тебя презирают, тебя не уважают. А здесь в России нужды нету. Почему? А потому что вот такое оправдание. А вот иной тут написано, ну иной милиционер, оборотень, прокурор, взяточник, ну и так далее, и так далее. Врач только калечит, а не лечит. Чего я буду эти налоги платить? Дорог нет. Ну и туда, и сюда, и сюда, и поэтому и... Давай, давай. Кто не платит в пользу, тому грех, верующим или неверующим, все равно. Ну а сам по совести, так как вот, ну сейчас вот впереди прочитали, само начальство, государство, это от Бога установление, что они следят там, светофоры, медицина. Это же нам во благо, во благо. Этим пользуешься, пользуешься. Но, а почему не платишь? Вот именно, почему не платишь? Ты меня спрашиваешь? Нет, я просто... Веська. Вопрос. Почему? Ну, без совести, знаю. Можно я влезу, вставлю? Не платишь потому, что у нас есть природные ресурсы, которые принадлежат каждому гражданину, на самом деле. По идее. Как это вот в Саудовской Аравии. Ты только родился, тебе сразу 10 тысяч положили. Ты еще забеременела, там, жена у тебя. Уже начали там помогать. У нас этого нету. Вообще ничего. Все куда-то деньги, вот с газа, с нефти и так далее, уходят куда-то одному человеку, который там сидит и уже там своим этим слугам немножко дает. И все. Вот откуда все. Значит, Игорь, ты осуждаешь власти? Не, власти ты можешь подать, да? Я не понял вашего вопроса. Слово «осуждаю» не надо вообще употреблять. Осуждаю там. Я что, вам судья, что ли, осуждаю? Сейчас я сказал, и все повернулось, и хорошо стало. А что вы говорите? Кого я осуждаю, на кого я обижаюсь? На себя. Ты сказал, ты сказал, с нефти, с добычей этой нам ничего не дают, как в Арабских Эмиратах там. Ну а что, вам что-то дали, что ли, не могу понять. Вам что, тысячу рублей кто положил лишнее, что ли, или когда? Никогда ничего не положили лишнего. Я просто рассказываю, как у людей бывают, а не как в советской власти и коммунистах поганых. Ну, коммунисты-то поганые были и есть они, да? А власть, сама правительство установила подачи, кто работает, должен платить налоги. Вот и все. Для того, чтобы содержать ту же медицину и тех же начальников, которые смотрят за порядком. Они просто из газа забирали все, вот эти благодетели, в кавычках. И не надо никому было больше травить этими налогами. Смех один. Вы зарплату американца, самого нищего, сравните. И с нашим самым богатым там человеком, рабочим, как вот у нас Миша Коряковцев получает. Я сейчас слушал ролик, да, и русские люди говорят, как в Америке, там живут они. Так вот, говорит, если ты вздумаешь курицу продать, вырастил у себя и продал ее, тебя посадят в тюрьму за это. Если ты свои помидоры там, около дома, никто не видел, что ты вырастил и продаешь помидоры, тебя посадят. Около дома никаких помидоров, ни редишки, вообще ничего. Если ты скажешь, что газон у тебя не такой неправильный, надо вот по такому сделать. Пять тысяч штрафов. Вот что в Америке. Нам в Америке жить вообще, нам в тюрьму посадят. Хватит эти сказки рассказывать мне. Вы там что-то слышали и так далее. Чего тут дурь мается-то? Берите и читайте все, что в Америке. Там средняя зарплата тысячи долларов. Они 19 долларов только в час получают. Вы посчитайте немного и все. Я в России получал 1200 долларов. Не перебивайте меня, не перебивайте. Зачем лезете? 19 долларов. Батисты приехали и рассказывают, с которыми мы вместе тут работали на отделке. Рассказывают, как они там получали. Он уехал, через полгода приехал на автомобиль, который стоит 20 тысяч долларов. Вот так вот. И при этом налоги платил их вправо, да? Ну это Акулов, что там говорится. Женя здесь был, а это забыл как Саша, по-моему, Акулов. Ну забыл как Саша. Ну если у нас все так страшно в России, все так плохо, езжайте в Америку. Ну будете счастливы, и спасаться там будете. И нос в табаке, как же, и сытый пьян. Чего Россия-то зачем нужна тогда? Нет возможности, говорят. А так все бы ебхали бы. Ну вперед из песней. Что вы это самое? То, что нас грабят, это мило. Чего тебя там заело, Сергей? Чего ты там укоррекался, не могу понять. А че ты там заелся? Чего говорят, что ты американец или еще что-нибудь? Ты про Россию-то много знаешь, революцию. А побольше тебя знаю. Так, отключил обои. Они не могут мирно существовать. Так, ну если такая возникла. То есть, если государство ворует, то и вне можно тоже из налогов. То есть, на стол ответит злом, как и учит, в кавычках, на священное писание. Это мысль Дубунова такая была. Раз в Америке там тысячу долларов тебе сразу положили, поэтому я и зарплата большая, я и налоги тогда буду платить. А раз в России газ уходит, ну поэтому я нелегально где-то буду эти налоги... А че я буду налоги платить и он воровать? Ну тоже, конечно, несправедливо. Я ему заплатил, а он не асфальт положил на дорогу, а себе в карман положил. Так, как бы самооправдание такое, может, доля справедливости в этом есть? Нету, самооправданием нельзя пользоваться. Пусть они разворуют твои налоги, но ты отдай, заплати налоги, и все. А пусть разворуются, это уже не отмечается. Малыш Роман сейчас сказал, что нас грабят, это милость Божья. Поясни, Малыш, что еще поподробнее? Поясняю, на двух пальцах поясняю. Дубунов привел Америку, они уже, да, там у меня друзья в Америке, в Нью-Йорке. Я с ними часто общаюсь, я знаю про них, они про эту жизнь рассказывают мне американскую. Это жир, и уже половина, сейчас приводят такие данные, половина зачипирована. Это жир, там никакой веры нет, Европы веры нет. Это все из-за того, это чревоугодие, то есть наелся, нажрался человек этого всего. И он не думает вообще о Боге, у него нет никакой нужды, ни телесной, ни душевной. Поэтому, действительно, вот все вывозят, Россия кормит, может, весь мир своими богатствами. Так Господь устроил. А мы, а нас заставляют работать, вот закончились деньги, иди работай, все. Сам по себе знаю, лень-то иногда, то есть прижимает, а Господь в нужный момент заставляет трудиться. Ну, а получается, американцы ленивые, что ли, у них, откуда у них все есть, то есть природные ресурсы, или что? Да вот, ты сейчас приезжаешь туда, тебе сразу в кредит дают дом, машину, все дают. Ну, ты постепенно работаешь, но это, то есть они затягивают тебя в концлагере этот, и все, а потом ты уже вырваться не можешь. Я уже с тобой делаю, что хотят там, в духовном плане. Вот уже, сейчас посмотри, сейчас уже в России, кстати, без спроса чипируют. И есть свидетельства, там недавно прям смотрел, женщины, а Америка уже вся зачипирована. И какие-то технологии ужасные, то есть, говорит, приказы прямо в голове, он слышит приказы там, и все, не может, волю не может, то есть подавляют волю человека. Ой, господи. Апокалипсис, что, действий? Не верю я, чтобы чип может волю человека подавить. Волю человека может подавить другая воля. А железячка чип-то как вам подавить? Ну, это трудно поверить, Сергей. Ну, я если хочешь, я скину тебе, свидетельствуют люди. Говорят, то есть, как-то вживили, там пломбы что-то ставили, или как там, и пломбу, зубную пломбу вставили чип. Потом при операции как-то, и все, электроника дошла уже, что ты, нанотехнологии, невидимый чип. Можете себе представить? Я не могу это представить, я сам электромеханик. Не видно, в микроскопе его надо разглядеть, и там еще куча информации какой-то. Я не могу это представить. Все, 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 хорош. Чип – это ерунда. Вот смотри, вот в чем дело-то. Вот здесь наши русские люди жили в Советском Союзе. Когда баптистов пригласили в Америку, они и здесь говорили, клясться ни в коем случае, автомат в руки не возьму. Некоторые тоже были, не все баптисты. Все, туда приехали в Америку, сразу с них клятву на верность Америке они все дали. Из вашей общины, Игнатий Тихонович, Наталья уехала, тоже клятву дала, безо всяких проблем. И вот то, что они поклялись там, и вот их там шучат, и у них там и вера кончилась у этих баптистов, или кончается. Потому что они в такую свору попали, наши баптисты, они здесь были духовные, очень много духовные. А в Америку приехали, растворились там, и их это вот это, все это богатство, и все это дешевое вот это. Говорит, да зачем работать? Можно на помойках найти. Телевизор, говорит, я уже два телевизора оттуда принесла. Я читал письма, наши баптисты посылали, и я читал эти письма. Как там хорошо в Америке. Все. Сружат! Сережа, это Дубунов Игорь. Можно я скажу местописание? Местописание говорит нам о том, что власть это... Всякое написано, власть от Бога. И рассказывается, какова эта власть. И там написано, что начальствующий не зря носит меч, а для того, чтобы отделять добрых от злых. И тем, кто делает добро, кому добро творит. Он как судья, это власть как судья. А те, кто злот, те будут зло творить. И вот коммунистическая единственная власть, которая натурально не от Бога. Потому что у них все было совсем наоборот. Те, кто делал добро, они убивали. А кто делал зло, они поощряли. И теперь вот эта вот власть у нас, она наполовину какая-то коммунистическая, наполовину. Они одной рукой тебе дают, а другой тут же отгребают. И еще по щекам хрещут, куда руки протягиваешь. Вот. Игнает Тихонович, про налоги нам, можете что-нибудь поедать? Ну то, что сейчас говорили, это о власти в Америке и проще. Вот возьми Муаммар Хаддафи в Ливии. Задаем вопрос. Скажите, вот у вас ипотечные есть на квартиру, есть как? Бесплатно. Допустим, 75 тысяч долларов каждому рожденному. А электричество почем? Ни копейки. Ну а вот в банке дают деньги. Закон. Если проценты накладывают, его сразу расстреливают. И представь, такую власть, вот которая газ там бесплатно, и учится за границей бесплатно везде, все. А они ее сбрасывают американцы. Почему? Под свой край жмут. Вот бандиты настоящие. И вот у меня приезжает оттуда хорошая, знакомая, отделенные баптисты. И рассказывает, полностью разложились, уехав в Америку. Спортом много занимаются. Женщины в брюках, накрашенные. Не узнать даже. Я называю тех, которых я близко знал. Я говорю, они-то как? И они такие. Но есть некоторые, которые остались. И относительно того, что нельзя что-то лишний помидор посадить. Да, это так. Ну а как вести себя? Вот пример. У нас большая семья, 12 ребятишек. 10 живых, 10. Мать героиня. А отец инвалид войны. Второй группы, руки нету. У матери три брата на фронте погибли. Ну можно и мать их, то есть фронтовиков этих, бабушка наша, живая. Ну можно какую-то льготу дать. Никакой. То есть лживая власть, лживая, ограбила все. Гуси надежда была. Гуси, она обычно 3-4 гуся. А у нас почти по 10 каждой гусихой. И к осени пришли, все забрали. Но которая это все делала. Дальше-то. Она напилась пьяная, она брала незаконно. Упала. И ампутировали руки и ноги. Па назвать, видно, по Роскове была. Вот и все. Отец только сказал, не наши, говорит, слезы отлились. А что-то делали. Ничего нет. Потому что налог на яблони, тут же под корень ее срубили и все, чтобы не брали налог. Вот такая была власть. И что делать нужно? Никто ничего не делал. Мы собирали лебеду, рыжик, мороженую картошку и никто нигде не восставал против власти. И вдруг наступили, говорит, апрельские тезисы опять пришли. Все пришло по-другому. Нам дана установка. Молитесь за царя и за начальствующих. Дабы жизнь проводить тихую и безмятежную. То есть без революции, без майданов. Без мятежа. Безмятежную. И другого просто не дано. Нам нет выхода никакого. Что я говорю, что это-то плохо. Плохо там делали как. Ну да, мы должны знать, но не более того. А потом власть признала свои ошибки. Отсюда дали сапоги. Награду за то, что он зимой ходил за быками. А председатель не отдал, надел на себя. А тут-то ботинки-то одной рукой не зашнуровать. И чего? Тот давно умер. Отец мой на 30 лет почти дольше жил. Изуродованный весь. Вот такая история. Куда не посмотришь. В конце концов, сколько стал Женицын претерпел. Почти 90 лет. Волков 93. А сколько этот Лихачев, Дмитрий Сергеевич, академик, отсидел. И живут почти по 90 лет. Это Бог делает так. Высшая награда. А они не могут это сами себе дать. Долголетие зависит не от этого. Чтобы была счастливая старость, всеми уважаемая. Но еще что там будет? С какой радостью, встречая даже смерть, улыбнулся. Наконец-то. Моя бабушка постоянно спрашивала. Ты ездил где-нибудь, встречал и смертоньку мою. Она устала, но ни одного худого слова не сказала. Мы научены с детства молиться и благодарить Бога за то, что есть. А Бог знает. Не в моей власти изменить отношения. Никак. Но как-то так вдруг повернется, что даже ахнешь. Неужели это та же самая власть? Та же самая власть. Внезапно реабилитирует. 11 лет ведут в суд. Выигрывает. И теперь получает два дома. Вот как Бог делает. Сверхожидание, как с неба получили. Я поэтому всем могу сказать. Будьте внимательны. Не пойдите против Господа. Не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. Хороший момент. Считаем про власти. Они это любили коммунисты. Всегда. Всякая власть от Бога. Я говорю, а почему вы не вспомнили о той власти, как царя Николая расстреливали? А вы в банду пришла. Вас никто не выбирал. Гитлер тот пришел с демократическим путем. Набирал, набирал голоса. И наконец... А вы страну погубили. Ну, я с ними разговаривал-то тоже строго. Но мне никогда они ничего за это не сделали. Ну, там, посидел, там, побили, покрутили. Там, так это... Что такое? Ничего. Между прочим, так. Эмоции. Все, кончать надо. А все, пять минут. Сергей. За проценты расстрел был. И такой, власть убрали вообще. Солженицын-то тебя и подвел. Вот в чем дело-то. Тебя за это еще черстили. За то, что ты архипелаг ГУЛАГ начитал. Знаете, Тихонович? А он написал книгу-то художественную. Ну, она же не документальная была. Документальная. Триста свидетелей только было. Ты вахабжайся, Михаил Федорович. Триста свидетелей, которые давали ему данные. И сам сидел. Игнатий Тихонович, я дочитал вот это про него книжку-то. И вот когда последние там... Я всю ночь читал. И последние страницы читал, когда он, значит, собрал у себя пресс-конференцию на квартире для инохранных журналистов. Это в советское-то время. Ну, естественно, его власть на самолет и одного отправила в Германию. И дала ему там 10 долларов, что ли, в карман на всякий случай. Солженицын-то это пророк, пророк, которому Господь показал, как будет дальше. Такого человека в России больше не будет. Даже сама его биография является чудом. Это же шипунник. Ну, я другие слышал мнения, что вот он пишет в своей книге, как он страдал там. А другие-то говорят, да он на курорте был. Он бы вот там побыл, где мы были. Вот что. А он что там был на курорте? Кто говорит, тот на диване лежит, а брюхо у него до земли свесилось. И вот так поднимает. Это я. Даешь, даешь. Это я. А вот что послужило гибелью советской страны? Меня спрашивали в университетах. Я говорю, два великих человека. Горбачев и Солженицын. Ну, Солженицын соглашает. Архипелаг, ГУЛАГ и гласность. Горбачев. Вот. В паре они не извергли. Это конгломерат зла. Империю лжи. Все. Кончестно. Солженицын святой. Михаил Гордеев, хотел вам сказать, я Игорь Гибунов. Да, да. Да, я иди к ним. Вы сначала, а потом начинайте что-то тут разглагольствовать. Вы что попало, болтаете какую-то ерунду? Ну, время уже кончилось рабочее. Да, все. Сережа, прощайся давай, по-хорошему, чтобы разойтись. Народ-то собрался, хороший у нас. Все, давайте, пока не подрались, помолимся и... Дево днис присущественно рождается. Давай. Мы с этим согласны. Дево днис присущественно рождается. И земля, как неприступному приносит, Ангелы с поястрами слова словят. Волк вы же со звездою путешествуют. Нас бы ради родися. Отрочи млада, привечный Бог. На, тихо, помолитесь с нами. Любящий наш Отец Небесный, мы благодарим Тебя через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за наши грехи и воскресшего для нашего оправдания. Слава Тебе за Церковь Твою и Святую православную, которую Ты хранишь и по сей день. Сохрани нас от всякой ереси и заблуждения, чтобы и умереть нас, имея великие таинства, причастия и все, что Ты дал Церкви своей. Распусти нас с миром. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Спаси Христос. Аллилуйя. Спаси Христос. Следующее занятие будет в воскресенье в это же время. С Богом. С Богом. Отключай. С Богом. Отключай, Сережа. А, есть. Все. Братья, давайте за стол. Братья, давайте за стол.